Приветствую вас! Я бы сказал, что довольно много здесь зависит от вашего возраста, то есть условно говоря, если вам, допустим, если вам, к примеру, 40 лет это одно, если вам 18 лет и больше это другое, если вам 30 это третье, то есть есть разница и имеет значение того, сколько вам лет. Условно говоря, если вам 18 и больше, то данная история связана с тем, что вашего возраста душа и тело хотят, значит, какого-то действия, да, хотят полёта, хотят, значит, динамики, некоторые, некоторые, вот, что, кстати, совершенно нормально, ну, потому что, как бы, это естественно для человека. Ну, и вам это, причём именно вот в такой атмосфере, которая показана в ролике. Это, ну, повторюсь, да, это совершенно нормально, особо, ну, особо совсем. Вот. Дальше. Если вам несколько больше лет, то здесь, вероятно, история немножечко про другое, здесь история про, может быть, упущенные вами, с точки зрения возможностей, про то, что вы упустили какие-то вещи. Вот, значит, ну... это, как бы, ностальгия такая, такая, да, как вариант, может быть. Вот. Если же вам ещё, ещё больше лет, то там могут быть сами разные варианты вплоть до инпринта. Что такое инпринт? Инпринт. Инпринт – это запечатление. Инпринт – это история. История про то, как человек, грубо говоря, когда-то столкнувшись с определённым обстоятельством и достаточно ярким способом, достаточно ярким образом это пережив, да, а потом, сталкиваясь с частичными элементами этого, испытывает совершенно похожие чувства, эмоции. Как бы, ну, в этом нет ничего аномального в инпринте. Но инпринт свидетельствует о необходимости что-то делать. в своей жизни, потому что инпринт – это больше про незавершённость каких-то моментов, да, про неудовлетворённость в эм... в чем-то, вот, к сожалению, к сожалению. И... это может достаточно сильно мешать получать удовольствие от жизни, эм... в глобальном смысле слова, ну, а локально вызывают вот... такие... эм... чувства, такие эмоции, хотя... плохого в этом, в общем-то, в общем-то, если... эм... поразмыслить, да, то... плохого в этом ничего... нет. В том, что вы испытываете, ну, просто там и что, ну, это... эм... это радость, это... не негатив. Вот, если бы это был, там, условно говоря, негатив, тогда ещё можно было бы о чём-то говорить. А, так, так это... радости, мне кажется, что... хорошо, что это радость. Ну, вас... эм... вас, вот... почему-то это напрягает. То есть, почему-то вы... эм... ну, не знаю, хотите, может быть, эм... что-то делать, что-то сделать. Вот, только вопрос в том, зачем, да, как бы... Вот, эм... то, что я могу вам сказать сейчас, то, что могу вам ответить сейчас, с точки зрения психологии. То есть, знаете, может, эм... скрываться, как просто, эм... то, что вам нравится, и то, что... и то, к чему... к чему вы... хотели бы ближе, эм... быть, в силу... своих, ну, предпочтений, да, в силу своих, эм... так сказать, ценностей и так далее, да, и здесь дело не в том, а... эм... как бы... о ком идет речь в ролике, а дело здесь больше именно про атмосферу и про, может быть, форму... эм... выражения... с... которая вам, э... ну... эм... импонирует, скажем так, да, это именно вот, больше про импонирование, именно больше про... эм... то, что, ну, вы, как бы вот... чувствуете, что вам это... нравится... вас это привлекает. Вот такой ответ я мог бы вам дать, наверное, с точки зрения психотерапии, надеюсь, что вам в целом это было полезно. Я надеюсь, что если вы преследуете свою, условно говоря, реакцию на мой ответ, то, возможно, у вас появятся какие-то мысли, вот, о которых вы захотели бы, ну, как бы, которыми вы захотели бы поделиться в, условно говоря, обратной связи, да? То есть, ну, буду благодарен вам за обратную, в общем-то, связь. Вот. Это то, что я хотел вам сказать. На данный момент. На этом все. Я надеюсь, я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом.